плохо что значит это значит что это счастье пробивается через ваше сердце пробивается потому что если стал это значит что вы уже зашли в какое-то направление неправильном и сейчас надо оттуда идти назад счастье пробивается и вы чувствуете такую сердечную боль душевную это хорошо это супер означает что скоро вырвется наружу и станет хорошо сразу возникает вопрос а почему тогда вы опять пришли сегодня назад эта лекция вызвала такую боль чего вернулись вы что садись что мазохист нет вы вернулись потому что счастье это вы чувствовали на самом деле только глубже чем вы можете понять почувствовали чистоту глубину какую-то и вы вас вернуло назад вас это привело назад некоторые не пришли они смогли прийти они не готовы жить правильно им хочется жить как 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 жилось а вы смогли это значит вы сильный человек итак а как а страсти можно вопрос счастье это то что приходит неожиданно в нашу жизнь оно от бога счастье ценнее чем счастье от самого себя мы пытаемся сами создавать себе счастье и вымучиваем его в жизни а счастье приходит как награда всегда хорошее настоящее счастье качественное счастье приходит как награда всегда как награда и надо просто выучиться ждать нужно честно жить правильно изучать как правильно жить жить правильно и вы увидите как счастье будет за вами идти в жизни, поменяются отношения, поменяется работа, друзья, все в вашей жизни будет меняться постепенно, само собой. Вы по теме хотите задать вопрос? Да? Честно? Да, по теме. Вы не эксплуатируете мое внимание? Нет. Хочете помочь всем? Всем. Кто, где, где? Слева. Здравствуйте. Я хотела бы, чтобы вы раскрыли тема межрелигиозных браков. Как? Межрелигиозных браков? Межрелигиозных браков, да. Я уже говорил об этом в самом начале сегодня, когда вас еще, наверное, не было, но я еще раз расскажу, это важно. Вот смотрите, в межрелигиозных браках нет никаких проблем вообще, когда люди по-настоящему верят в Бога. Я вам сейчас расскажу, что есть три стадии верующих людей. На первой стадии веры человек хочет поменять этот мир, но себя менять еще не хочет. То есть он поверил в Бога, но ему хочется больше счастья, чем глубины и чистоты. И поэтому он хочет менять этот мир, но себя менять не хочет. И такие люди называются фанатиками. Есть три категории людей. Есть люди сердечные или человечные. Это те, которые уже развиты духовно. Есть люди идеалисты, есть люди безразличные ко всем. Холодные. Безразличные и холодные в сердце — это люди, которые вообще не занимаются духовной практикой, хоть они могут и себя считать теплыми. Когда человек вступает на путь духовного развития, первая стадия его развития — это фанатизм. Означает, что он принципы и правила считает выше людей, ставит выше людей. Такие люди, религиозные фанатики, создают всем очень большие проблемы, а особенно своим близким людям. Естественным образом такие люди считают свою веру самой лучшей, а тех людей, которые верят по-другому в Бога, они считают враждебными к Богу и начинают их ненавидеть. Понимаете? Они относятся к ненавистью таким людям и с предвзятостью. Они требуют от всех, чтобы все стали их верой. Это признак религиозного атеизма или начинающих верующих людей, которые реально не понимают, что такое вера. Вера в Бога означает признание того, что Бог имеет право строить со всеми людьми индивидуальные отношения, согласно их взглядам на жизнь, их возможностям, их верам. И когда два религиозных фанатика или хотя бы один из двух в семье разной религии, появляется очень тяжелая совместная жизнь, невыносимая практически жизнь. Причина такой невыносимости — это то, что очень поверхностно и неправильно воспринимается воля Бога и желание его по отношению к человеку. Например, у вас какая ситуация? — Ну, у меня православие, вера православная. — А он? — У государственного мужа, ислам. Он мусульманин. — Мусульманин. — Да, и стоит вопрос в дальнейшем. — Я знаю, какие вопросы стоят, не надо мне их рассказывать. Смотрите, а вы можете одеть мусульманскую одежду и сводить с ним в мечеть? — Смогу. — Это же не сложно для вас? — Нет, нисколько. — Для женщины не сложно, для мужчины очень сложно. Одеть православную одежду и ходить в православных рамках. Потому что есть внешние обряды какие-то, они имеют женскую природу, а есть состояние веры и сердца, как бы это мужская природа, мужская энергия. Женщина очень хочет, она очень хочет всю жизнь сделать религиозной, чтобы в квартире были алтари такие религиозные, она хочет как бы все превратить в религиозную жизнь, внешнюю атмосферу. А мужчина, мужская энергия в женщинах тоже есть, означает что-то глубокое, чистое, светлое. Отдайте ему свою женскую энергию веры. Внешне одевайте мусульманские одежды, ходите с ним в храм, все делайте, как он скажет. Но договоритесь с ним, что молиться вы будете по-своему, когда будете оставаться наедине с собой. Не советуйтесь об этом со своими духовными наставниками, потому что есть вероятность, что они вас не поймут. Они посчитают ваш брак менее ценным и важным, нежели ваша вера. Они могут противопоставить это одно другому и разрушить вашу семью. Я уже знаю такие примеры. Но если ваш религиозный наставник не такой, тогда он вас даст точно такой же совет, как и я. Примите внешнюю его веру, внутри останьтесь своей. И попросите его сделать навстречу шаг. Если он не сделает, тогда вы можете втайне действовать таким образом. Принять его веру, как бы внешне, а внутри молиться по-своему. Вы готовы так жить? Я не хочу нарушать свою внутреннюю гармонию. Это значит, что вы религиозный фанатик. Потому что вы никакой гармонии внутренней не нарушите в этом случае. Но получается будет обман, если я буду говорить, что я приняла ислам. Вы не будете говорить, что вы приняли ислам. Вы просто оденете одежды мусульманские и будете выполнять все правила. Ну, для того, чтобы совершить обряд перед Богом, воссоединение, вот, никак. Это нормально тоже. Я знаю людей, которые в двух традициях вообще сделали обряд. Один покрестился, другая приняла ислам. И они в двух традициях и живут сейчас. У них нет проблем вообще никаких. Что Богу очень нравится, что вы мусульманин или что вы православный. Для Него нет разницы. Разница есть для вас, потому что вы Его не понимаете, Бога. Понимаете, что... Вы не понимаете, что Он любит человека таким, какой Он есть. И дает ему ту веру, которая ему нравится. Но есть, кроме всего прочего, еще любовь и гармония. А это означает жертвовать чем-то, понимаете? Жертвовать. А вы не хотите ничем жертвовать. И вы не понимаете, что вы не теряете свою веру при этом. Если вы сходите в мусульманскую мечеть, вместе с мужем помолитесь, что в этом плохого? Нет, это очень хорошо, я не вижу. Я не православный, но я хожу в православный крам и радуюсь молитве православной вместе со всеми. Я не считаю это предательством своей веры. Потому что я люблю, когда люди поклоняются Богу. Я люблю, что вы мусульманка или православный. Я вас люблю такой. Понимаете? Кто у вас, кроме Иисуса Христа, кто из святых людей вам очень близок в православии? В православии, Пресвятая Дева Мария. И мне она тоже очень близка. Мне подарили иконку недавно Казанской Божьей Матери. И мне она тоже близка. Я поставил его в его самое святое место на своем алтаре. И поклоняюсь ей в своем сердце. У меня также есть Коран. Просто для меня очень важен вопрос. Я готова принять Ислам, но смогу ли я при этом ходить по-прежнему в церковь и молиться Богу, так как я привыкла делать это всю жизнь? Конечно сможете. Кто вам помешает? Можете даже это делать тайком. Бог разрешает любить его тайком от близких людей. Это не является грехом. Но если вы попросите его, чтобы вы как бы в исламе, но при этом имеете право молиться по православному и ходить в свой православный храм, и он с этим согласится, значит вы оба честные перед Богом люди. А если он не согласится, растопите свои молитвы в его сердце. Но если вы пойдете этим путем, ваша семья станет счастливой. Спасибо. И запомните, этот путь означает переход от фанатика верующего к настоящему верующему. Настоящий верующий любит Бога и святость в любых его проявлениях. Он также счастлив и в храме не его духовной традиции. Он потому что видит везде это божественное, эту связь с Богом он чувствует везде. Но у него есть своя собственная связь, которая к нему ближе. Вы никогда не можете предать то чувство, которое вы имеете в своем сердце. Потому что вы установили с Богом отношение. Понимаете? Это невозможно предать или поменять. Но ради любви к близкому человеку, ради Бога, вы можете его в другом облике принять. Господь ведь во многих обликах приходит в этот мир. Он же не ограничен. Как мы. Понимаете, да? Да. У вас сердце успокоилось все или нет? В этом вопросе да, у меня есть еще один вопрос. А знаете почему оно там успокоилось? Почему? Потому что Бог со мной согласен. Когда Бог с чем-то согласен, сердце успокаивается и наступает радость. Понятно? Да. Вы нашли путь сохранить свою семью сейчас. Спасибо. И еще вопрос.